приветствую вас дорогие друзья вы на канале в алекса и тема сегодняшнего расклада несколько необычно 23 июля в дтп погибла известная байкерша татьяна золина 38 лет которая для всех была просто мототами очень много вокруг этого происшествия вокруг этой смерти кривотоков и я решила через расклад разобраться насколько это трагедия была реально то есть а со стороны тех людей кто в ней участвовал реально в том плане что специально это все было сделано либо это все-таки несчастный случай в большом раскладе есть главные герои и и внимательно изучив из новостей кто был в компании в тот день с татьяной и двигался вместе с ней я назначаю карты героям участникам события того дня 23 июля смотрите по карте собака это карта друг будет проходить сергей бакер который являлся поклонником татьяны и и подписчиком и который выиграл по катушке в тот день для участия в покатушках в тот день этот по карте мужчина сама татьяна будет проходить по карте женщина по карте мужчина проходит она работ турецкий байкер который ехал сзади к сожалению а таинственным образом пропала пропал видеорегистратор с мотоцикла татьяны и уже выстроена несколько версий произошедшего я буду рассматривать свою через карты попытаюсь распознать эту истину я не была такой фанаткой татьяны но мне очень нравилась эта девушка она классно водила мотоцикл она очень красиво ухоженная доброжелательная столько позитивной энергии и заряду давала что вот я просто мой внутренний голос говорит попробую разбор разобраться через карты в этой ситуации и так поняли да вот это у нас татьяна по этой карте по этой она работ турецкий байкер по этой карте друг идет сергей подписчик и поклонник татьяну русский друг и так какова роль каждого участника бибели татьяны 38 лет по карте женщина 23 июля турции карта друг сергей карта мужчина она работа какова роль каждого произошедшие трагедии 23 июля татьяна 38 лет карта женщина она работ турецкий байкер карта мужчина карта друг подписчик сергей с какими энергиями сейчас сделаем про диагностику в каких энергиях герои выехали на трассу ищем каждого и смотрим соседние карты каких энергиях смотрите первым выходит она работ и рядом с ним карта сердце карта змея карта сердце это любовь то есть этот человек а имел к татьяне чувства но по карте змея эти чувства были зависимости они он не мог их реализовать а либо она ему не давала повода да может быть он хотел отношений и вот по карте змея а либо этот человек также пока змея может просматриваться я не знаю его характеристики может просмотреть что он не свободен но чувства имел к татьяне вот всяких вот он вот оба варианта могут оба одновременно рассматриваться то есть и что он не свободен и имел чувства к татьяне и что он переживал то что имеет не чувства и является зависимым от этих чувств ищем другие герои смотрите следующим выпадает подписчик поклонник сергей с одной стороны карта группа с другой стороны карты метлы карта конфликта групп это скрыт то есть скрытость какого-то конфликта возможно сергей знает он жив остался погибла только татьяна и знал уже на тот момент о каком-то конфликте между участниками татьяна татьяна как всегда смотрите в каких положительных энергиях вышло за спиной у нее рыбы впереди у нее карта клевера это карта шанса эта девушка как он правильно передать то что она сейчас говорит во первых давайте так скажем не планировала ничего плохого дал этот день она ехала очень хороших энергиях в энергиях счастья в энергиях радости и вот по карте клевер шанс на то чтобы эта поездка закончилась благополучно у нее был она вкладывалась в свое дело попоны по рыбам она любила это дело то что она была байкером то что она снимала видео да и это доставляло удовольствие и именно в тот день все шансы чтобы все закончилось хорошо бы на ее стороне энергии мужчин меня вот в данном случае как-то напрягает 1 скрывает какой-то конфликт с кем-то может быть с ней может быть чем-то был недоволен это сергей другой скрывает свои чувства и находится в зависимости от чувств татьяне какова роль каждого участника в трагедии дтп 23 июля где погибла татьяна 38 лет по карте женщина она работ карта мужчина собака подписчик поклонник сергей первая карта солнца поездка была счастливой счастливым событием первая карта всегда задает тон раскладу и тут речь о том что вот эта поездка тем более она выпадает в доме поездки должна быть счастливой и удачной поездка сама по себе является судьбоносной чё тут говорить-то так все карты вам видно героев пока никого не вышло поэтому я укладываю потом буду в связке читать ситуацию татьяна выпадает в доме собаки это в доме сергея 21 карта на самом месте карта гора эта карта а на дне карта крест это карта непреодолимых препятствий тот день которые должны были возникнуть смотрите как карты показывает доме женщины татьяна женщина карта коса то есть неожиданная смерть в доме косы у нас карта книга тайна вокруг ее неожиданной смерти видите смерть дороги в доме солнца у нас выпадает сергей я допустим карта крысы я вам хочу сказать что оба мужчины и сергей и она работ были в зависимости в эмоциональной зависимости от общения с татьяной ведь их ряд заканчивается карты луна и по сути оба этот оба этих человека ждали от нее внимание и оба этих человека понимали и понимают сейчас что того внимание на которое они рассчитывают любовное внимание на они от нее не получат потому что здесь сердце в доме башни то есть девушка от каждого абстрагировалась то есть не давала им шанса на партнерство как мужчина женщины они оба этого шанса ждали оба жили этими ожиданиями они оба жили в самообмане теперь смотрим то есть по сути эти оба мужчины рассуждали так давайте есть такая позиция так не достанься же ты никому да вот мне почему то казалось что может быть хотя бы ну как то сергей тут будет каком-то благополучном свете да но он по сути получается благополучном свете но смотрите он доме солнца выпадает но дело в том что своими энергиями своим желанием обладать девушкой и своим честолюбием своей гордыней он тоже приложил по энергиям так скажем принял участие в ее гибели вообще вообще я вам хочу сказать глядя на эти карты что татьяна погибнуть в тот день не должна была и теперь разбираем ситуацию во-первых она работ видите впереди у него карта луна то есть этот человек в доме луны у нас карта крысы то есть этот человек произошедшее все искажает и заходит в доме якорь якорь в доме книги книга в доме косы коса говорит о смерти татьяна то есть этот человек якорь затормозил ее поездку так скажем ее движение то есть по сути он ударил хоть он и говорит что она перестроилась и ударила его байк и таким образом погибла на самом деле он ударил ее он устроил торможение ее байка остановил так скажем и здесь еще карта рыбы тоже на своем месте видите гора и рыба этот человек ей завидовал если допустим сергей испытывал страсть к татьяне и ну прекрасно понимал что эту страсть реализовать у него не получится и от этого у него были негативные такие энергии вибрации да то оно работ желал вот я даже не побоюсь я не знаю вообще в Турции у них несколько жен можно или нет он хотел чтобы она была его женой уже в голове в своей вряд ли он ей об этом говорил хотя может быть и говорил может быть и говорил но в любом случае он получил отказ и он уже неосознанно желал ей смерти то есть по сути как сказал один блогер да тоже при рассмотрении ситуации с Татьяной причинение смерти по неосторожности подходит подходит ситуация под это описание что причине смерти по неосторожности но есть одно но карты показывают ситуацию гораздо глубже этот человек желал ей смерти по той простой причине что он знал и все время у них был разговор где все точки Татьяна расставила надо и то есть ему обозначила обозначила свои границы в этих отношениях ему обозначила что она не планирует с ним отношений и это невозможно между ними вот а у него были на нее планы и он получив таким образом она ему дала понять что отношений у них быть не может он получив таким образом отказ через свою гордыню естественно желал ей неосознанной смерти вряд ли он сам себе в этом признавался но вот поэтому очень сильно он на нее был обижен разговор начинал он он делал ей какие-то посылы какие-то предложения надеялся на шанс вот может он ей предлагал стать женой может он ей предлагал стать любовницей это уже теперь не важно вот смотрите он Анну Рубуд и Татьяна на карте любовного треугольника то есть он ей предлагал во-первых он ее ревновал он ей предлагал быть в отношениях с ним помимо того что у него есть еще отношения и надеялся на шанс на какой-то он считал что она его ну как бы может быть водится Анна что ли хотя она ему четко обозначила в доме любого треугольника как крест у нее за спиной то есть она ему четко обозначила и вот начало которое было она ему четко дала понять что у нас ничего не будет но он продолжал считать по-своему он все скорее человек упрямый и не хотел никаких ее доводов слушать и слышать он уже в своей голове вот владел этой девушкой и по сути по сути теперь вот глядя на расклад я хочу сказать что вот это вот непреднамеренное убийство оно все таки намеренное оно все таки намеренное оно все таки намеренное смотрите здесь корабль это у нас транспорт транспортное средство и ну байк да и вот байк в доме это мужчины оно работ да у турецкого парня байк байкера вот в доме корабля опять змея то есть вот это вот сиюминутное помутнение которое произошло в голове в котором он никогда не признается видите рядом с ним карта луна это помутнение помешательство сиюминутное помутнение когда Татьяна начала тормозить он воспринял через вот это сиюминутное такое знаете шальное помутнение он воспринял как шанс его вот эта зависимость давайте так же можно бесом это назвать да шепнул ему это твой шанс и отомстить за то что она тебе отказала он это сделал и у него это получилось то есть да он не планировал у него за какие-то доли секунды когда Татьяна начала тормозить возник вот этот вот зверский план ее толкнуть своим байком хотел ли чтобы она он чтобы она умерла в тот момент может быть и нет может быть и нет но он хотел ей отомстить если он отомстить однозначно хотел он хотел чтоб она ну может быть знаете паякором и чтоб осталась инвалидом понимаете и тогда может быть он был бы ей нужен да допустим вот то есть у обоих парней и у Сергея и у Аноры были причины вот такой внутренней гордости которая не дает мужчине покоя да в которых они никогда не признаются никому даже себе не признаются но если Сергей это все носил себе да может быть он боялся общественного порицания да что если он будет там налегать предлагать души то он точно хотел с ней видеть у него аисты он хотел к ней двигаться какими-то хитрыми путями у него были планы на нее вот но он также боялся отказа поэтому в голове то у него тоже были мысли что ну как бы вот не достанься ты никому да но Сергей то точно ей не желал хотя я хочу сказать что Татьяна душой была расположена к Сергею а чувства здесь речи нет но душой она была расположена к Сергею больше допустим чем Канору Буд то есть ну он ей так скажем был интересен может быть он хороший специалист хороший гонщик может быть им интересно было разговаривать вот они пересекаются на карте письмо да то есть письмо у нее в ногах то есть она по сути рассматривала вариант позднее когда-то дать Сергею шанс вот и это еще один момент который считал турецкий гонщик да что вот конечно это у них не обсуждалось в компании допустим да и Татьяна никому в этом не говорила но он понял что она может отдать предпочтение этому мужчине да и вот это та капля которая заставила его в тот момент когда Татьяна тормозила почему вот мне я хочу задать вопрос почему мужчина турецкий мужчина да такой восточный мужчина шел сзади женщины почему он не ехал спереди в чем ключ ключ у нас в том чтобы с одной стороны еще человек хотел привлечь к себе внимание через таким образом да но ключ у нас в доме лисы то есть всего скорее всего скорее всего либо этот человек извернется вывернется правосудие да не будет отвечать за совершенное либо сам он однозначно ни в чем не признается либо изначально божественный сценарий был так задуман но тут все-таки я не вижу божественного проведения по теме того чтобы Татьяна должна была погибнуть в этот день это все произошло за секунду щелчем в голове оно работ что сейчас когда Татьяна начала тормозить он это прекрасно видел он это видел тем более я хочу сказать опытные байкеры они же не ходят колесо в колесо друг за другом они же все равно идут немножко парами да поодаль не то что след в след они же вот так вот идут в шахматном порядке почему он оказался сзади то есть ту ситуацию когда Татьяна начала тормозить вот мне прям так конкретно повторяют из потока когда Татьяна начала тормозить перед фурой он воспринял как свой шанс реализовать свою месть и ослепленной обидой местью ревностью в которой он может быть даже и не готов был совсем признаться и не признается до сих пор он совершил этот поступок намеренно он совершил поступок намеренно он не просто не уследил все он уследил он по правилам движения мотоциклистов он должен был идти в шахматном порядке, а он шел след в след. Зачем он на нее ударил? Там, пусть, я видела, да, пусть трасса там и всего в каждом направлении по одной полосе, но извините, для двух мотоциклистов ехать в шахматном порядке возможность там была. Почему он шел сзади? То есть неосознанно человек вынашивал план мести, да, он хотел, чтобы она стала инвалидом, но получилось, что он ее убил. Очень жаль, очень жаль девушку. Давайте еще я хочу перепроверить эту версию мотору, посмотреть истинное чувство и намерение, оно работ, Татьяне, 23 июля. Истинное чувство и намерение, оно работ, Татьяне 38 лет, 23 июля. Очень сильное притяжение, это то, что было вначале при диагностике, да, карта сила. Его очень сильно тянула слава этой женщины, ему хотелось владеть этой женщиной. Владеть, видите, Жезловый король выходит, он выходит, возможно, он огненный стихией. Но тут очень сильное влечение. Прямо конкретно, видите, сила и Жезловый король. Очень сильное физическое, интимное влечение к этой девушке. Это разговор о том, что поездка, да, карта шесть мечей, роковая поездка, которую спровоцировал этот мужчина. Семь мечей, да, месть. Человек попросту украл у нее жизнь, потому что она ему отказала. Да, он хотел сделать ее любовницей, поверховной жрицей, он хотел сделать ее тайной женщиной. И вот она, карта смерти, он поэтому ее убил, потому что тайной женщиной сделать ее не удалось. Татьяна не должна была в этот день погибнуть. Это не является таким сценарием ее жизни, ситуация. Это самая далекая ветка той реальности, в которой она была, которая, по сути, не должна была случиться. Но вот турецкий байкер реализовал эту ветку через свою страсть. Не сумел. Уже я говорил, да, что он... Здесь просто по картам видно, кто торологи, те поймут, что мужчина отомстил, потому что она не стала его тайной женщиной, да, и произошла смерть. То есть он хотел получить определенный формат отношений, причем тот формат отношений, который был удобен ему, и который она ему не позволила, не захотела. И человек тут же воспользовался ситуацией, ну, еще раз говорю, убить он ее не хотел, он ей хотел отомстить каким-либо образом. Он почему-то думал, что она останется инвалидом. То есть вся ее слава просто-напросто свернется. А Таня погибла. И в расцвете своей карьеры, в расцвете своей славы, и теперь ничего он уже изменить не может. Вот такие вот дела. Очень жалко девушку. Этой трагедии не должно было быть в этот день. Этой трагедии не должно было быть в этот день.